Олег Геннадьевич, я хотела спросить, как женщине терпеть, как научиться любить мужчину, когда он выпивает? Понимаете, это называется тяжелая судьба, это уже такой беспредел. Судьба иногда так делает, что она бьет, судьба может бьет, бить, или муж становится невменяемым в результате его поведения. Так действует тяжелая судьба. В этом случае человек должен отказаться от прямых контактов с этой судьбой. Не нужно прямо что-то делать с человеком. Нужно отделить себя от этого человека, выполнять перед ним свои обязанности, но жить своей жизнью и думать о Боге только. Потому что когда ты реагируешь на эту беспредельную судьбу, она начинает тебя уничтожать. На нее не надо реагировать, надо от нее отодвинуться, с ней ничего не сделаешь. С ней можно делать только тогда, когда ты от нее отодвигаешься. Вот если вы, допустим, ничего просто с этим мужем не делаете, а начинаете становиться счастливой, живете своей жизнью, тогда у него начинает действовать совесть сердца. А если вы пытаетесь с ним что-то делать, он будет продолжать так жить. Нужно жить на дистанции. Иногда эта дистанция достаточно в одной квартире. Иногда нужно ставить условия и жить отдельно, но не бросать человека. И он тогда начинает исправляться и постепенно бросает пить. Здесь также нужна молитва и поддержка людей, которые занимаются духовной практикой, потому что сам по себе человек, который одержан веселящими духами, а вот это выпивание, это контакт с этими духами, он сам себя скверняет психику сильно. Когда ты рядом с ним находишься, ты теряешь себя, становишься тоже такой несчастный. Этому нужен контакт, очень много контакта с людьми, которые занимаются духовной практикой. Вот это вот все вы должны сейчас делать. Но если вы лично хотите с ним что-то сделать сейчас, когда он не хочет ничего менять, это безумие. Или человек, допустим, вас бьет, вы тоже с ним продолжаете жить рядом, это безумие. Или он гуляет, и вы продолжаете вот точно так же жить, как раньше жили, это безумие. Нужно дистанцироваться, ставить условия, и тогда человек трезвеет. Как только вы понимаете, строгость — это самая главная любовь вообще. В жизни очень нужна строгость, везде, всем людям, во всех семьях. Если вы не знаете, что строгость — это вид любви, тогда вы разрушаете свою семью. Вам надо сейчас немедленно включать строгость, но строгость не означает жестокость. Вы просто говорите, мой дорогой, уже не можем дальше вот так жить. Давай я отдельно, ты отдельно. Или вместе, если ты будешь ко мне приставать, значит, я съезжаю, живу отдельно, но твоя жена, все нормально. И если хочешь менять свою жизнь, давайте, помогу. Если нет, то живем отдельно пока, все. И он начнет трезветь, потому что он не трезветь только потому, что он пьет, а у него все хорошо. Потому что когда человек грешит, вот смотрите в семье, запомните. Когда человек в семье грешит, то плохо должно быть хотя бы у одного из двух. И обычно человек что делает? Он своей силой, внутренней силой берет и делает так, чтобы плохо было не у него, а у своего близкого человека. Если он согласен. Если близкий человек согласен. Я вот просто, извините, что я сама хочу спросить, вот тот момент, когда он меня выпил, ну я не чувствую к нему любви, вы говорите, что нужно все это делать, строгость проявлять, любя. Не, любя означает, это доброта. Не, это не означает наслаждение человеком. Вы осквернены ему, когда выпил, это противно, человек становится противным. С ним невозможно его любить, потому что там действуют духи, он, веселящий дух, он очень противный по природе, с ним невозможно контактировать. Поэтому нужно дистанцию. Любовь означает доброта, это не означает наслаждение человеку. То есть я не должна себя чувствовать виноватой, да, что вот я не люблю его в этот момент. А как вы можете наслаждаться чем-то грязным? Вы говорите не про любовь, а про наслаждение. Любовь означает, что вы с ним живете рядом, вот это и есть любовь. Вы верность проявляете, заботитесь о нем, вот это и есть любовь. А наслаждаться человеком, иногда мы наслаждаемся, иногда нет. Но это не любовь, это просто балдеж. Спасибо большое.